Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Партнер программы «Охранное предприятие Дельта». Здравствуйте, на АТВ новости. Я Анна Зуева и мои коллеги. В ближайшие полчаса расскажем о самых заметных событиях в Бурятии. И вот коротко о некоторых темах выпуска. Вон, блин, уже вымывается все. Гонка за бюджетными миллионами. Почему новые дороги Улан-Удэ нельзя назвать безопасными и качественными? Я не отдам от пути. Битва за блатные номера. В громком скандале оказался замешан судья Верховного суда Бурятии. Очень классный полет. Очень быстрый и прекрасная погода. Программа «Открытое небо» в действии. В Улан-Удэ приземлился первый международный транзитный рейс. 400 миллионов рублей в никуда. Жители Улан-Удэ жалуются на качество ремонта дорог. До окончания сезона осталось меньше трех недель. Подрядчики изо всех сил стремятся успеть освоить бюджетные миллионы. В спешке о качестве и безопасности все как будто забыли. Кроме Евгении Гераниной. Наш специальный корреспондент проверила, насколько обоснованы претензии местных жителей. Запоминайте, где лучше не ездить. Тот самый случай, когда до ремонта дорога была лучше, чем после него. Октябрьский район, улица Псковская. Спецтехника появилась здесь несколько дней назад. А с ней все проблемы. Ни предупредительных знаков, ни регулировки движения. Но главное – миллион вопросов к качеству многомиллионного ремонта. Они строят эту дорогу, мы платим все это из своего бюджета. Мы заплатим за целую, полноценную, целостную дорогу, а получим в итоге вот эту половинку. Я вчера подъехал к одним и спросил, говорю, ребят, ну вы сами-то как ложите? Качество дороги-то видите вообще? А на что мне один ответил, что ну да, говорит, видим, а что? Когда этот участок попал в программу безопасной и качественной дороги, местные обрадовались. Но радость длилась недолго. Уже сейчас срезанная полоса и новое асфальтовое покрытие в дырах. А что будет дальше? Что вы такими кустами делаете, скажите? А почему вот там прямо на песок асфальт укладывается? Даже щебня нет. Это безопасный и качественный ремонт? Нормально работаем. Ну асфальта пока нет, ждем. Укладчик идет, это делает, потом мы сами делаем, чтобы ровно было. Мы ямышки делаем, ямы делаем, чтобы потом не сел. Когда каток едет, второй слой, он не сел. То есть вы сейчас делаете ямы, а потом будет еще верхний слой? Ну верхний уже идут, укладчик сзади, внизу. Сейчас они обещают, что мы положим, мы положим. Кто-то сказал, что это какой-то укаточный слой. Ну просто посмотрите на качество покрытия. Я не могу сказать, что это черновое покрытие. Ну кто скажет, что это черновое покрытие? Это финальный участок дороги, который они упорно строили здесь около трех дней. В итоге мы все видим, и швы, и трещины. Вон, блин, уже вымывается все. Спирт-заводская трасса. Еще один участок программы безопасной и качественной дороги. Нормальное покрытие здесь тоже ждали несколько долгих лет. Но без претензий все равно не обошлось. Местные жалуются, на одном участке дороги на асфальт налипли вот такие куски непонятно чего. И вместо ровной дороги теперь полоса препятствий. Люди переживают, что их дорога так и останется в таком виде, потому что вырубки уже сделали. А значит, работу подрядчика, скорее всего, приняли. Знает ли заказчик работ о таком креативе своих подрядчиков? Когда устранят все недостатки и почему дороги у Ану-Дэ не получаются ровными и безопасными с первого раза? Чиновники комитета по строительству обоснованные претензии местных жителей сегодня решили проигнорировать. Но мы обязательно добьемся ответа и исправления всех недочетов. Евгения Геранина, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Подала в отставку, не отработав даже первый срок. В Бурятии сегодня бурно обсуждают уход в отставку губернатора соседнего региона. Глава Забайкалья Наталья Жданова сегодня неожиданно заявила об увольнении по собственному желанию. Она объяснила свое решение внутренними мотивами и новыми перспективами, а вовсе не критикой населения. К избирателям Жданова обратилась в видеопослании, где весьма оригинально попросила прощения, простив всех тех, кому она должна. Могу сказать, что положила на алтарь Отечеству все. И в исторически и объективно непростых условиях Забайкалья сделала все возможное. Простите меня, и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний. Напомню, Жданова стала главой Забайкалья в феврале 2016-го, а в сентябре этого года победила на губернаторских выборах, набрав чуть более половины голосов избирателей. Временно руководить регионом будет первый заместитель краевого правительства Александр Кулаков, пока президент не назначит в Рио. Ожесточенная битва за крутую иномарку – это не слоган к фильму о гонках «Форсаж», а реальная история. Взаимовыгодная, на первый взгляд, сделка закончилась для сторон обвинением в мошенничестве и разбирательством в суде. Все подробности в материале Буды Мунхоева. Эта машина стоит около полутора миллионов, да еще и номера – три единицы. Продали такого красавца? Не поверите. Всего лишь за каких-то 10 тысяч рублей. А вот счастливый покупатель лэнд-крузера, правда, слезы на глазах у женщины отнюдь не от радости. Физическая эта сила, примененная ко мне, потеряла сознание. В дальнейшем я была вынуждена вызвать скорую. Меня увезли в больницу с отрясением головного мозга. Заломили женщину приставы. Героиня этого ролика предпочла анонимность. По ее словам, некогда эти номера принадлежали бывшему суде республики. И весь сыр-бор именно из-за них. У него остались номера, три единицы, которые мы непосредственно переписали на него, а в дальнейшем переписали на меня, чтобы машина, купленная мной, была с тремя единицами. По словам нашей героини, схема выглядит так. Женщина отдает чуть более 1 миллиона 300 тысяч рублей продавцу и оформляет купленный автомобиль на судью. Последние регистрируют старые номера на лэнд-крузер. Они остались у него от прежнего автомобиля, который отправили в утиль после аварии. Таким образом, красивый внедорожник получил не менее завидные единички. И только после этого авто отправляется к нашей героине за символические 10 тысяч рублей. Это было всего лишь год назад. Сегодня же эту машину делят через суд. Он подал исковое заявление непосредственно на меня в железнодорожный районный суд об признании сделки купли-продажи недействительной. И сейчас он мотивирует это тем, говоря, что лэнд-крузер 10 тысяч не стоит. По словам женщины, предыдущий владелец автомобиля готов подтвердить информацию. Но ее показания не приняли в суде. Не удалось договориться и об интервью. Почему вы решили скрить свою личность? Почему вы не хотите показывать лицо и выходить под своим именем? Я просто считаю, что со стороны будет давление огромное на меня, так как я уже испытываю давление и со стороны прокуратуры, и со стороны суда, ну и в дальнейшем. Так ли страшен бывший судья, как нам его молюют? Мы решили познакомиться с ним лично, но, увы, его нет дома. И максимум – это телефонный разговор. Мы не вникали в это дело. Не вникать? Не вникайте, конечно. Лишь после долгих уговоров бывший судья представил свое видение ситуации. Фактически-то я продавал не на это. Если бы я знал, что это ей продается, я бы вообще ничего не продавал. А кому продавали? Фактически ее здесь. Взяв у меня денег полтора миллиона, сказал, дядя Саша, я вот сейчас куплю эту машину у тебя и буду с тобой рассчитываться. По его словам, зять нашей героини занял у него полтора миллиона. На эти деньги купили автомобиль, а после оформили так, чтобы судья не смог забрать ни машину, ни деньги. Правда, непонятно одно. Если эта версия правдива, то почему же бывший судья преследует женщину, а не самого зятя? Я не отдам им пути. Я вынужден буду сейчас применять физическую силу. А вот это оперативная съемка перед арестом внедорожника. По словам героини, приставы превысили полномочия. Однако суд постановил, что их действия имеют вполне законные основания. Сегодня автомобиль и вовсе считается угнанным. Все, что от него осталось, это фотография с заветными номерами, которые, видимо, еще не скоро появятся на улицах города. Продолжение этой запутанной истории следует. Наш земляк вошел в новый состав Совета директоров Центробанка. Список утвердила Госдума, и в него вошел 38-летний Руслан Вестеровский. Он выпускник Бурятского государственного университета, живет в Москве и работает заместителем председателя Центробанка. Отмечу, в обновленный состав вошли семь прежних членов Совета. И всего трое новых. Одним из них стал Руслан Вестеровский. Грубые нарушения нашел Роспотребнадзор в Ильинской средней школе. Напомню, там на днях 43 ребенка заразились сальмонеллезом, поев в столовой. Учреждения закрыли на карантин и определили, что инфекция носит именно пищевой характер. Из 30 отобранных смывок в пяти были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которые были обнаружены как раз с чистой столовой посуды, с чистого инвентаря, мебели и так далее. Кроме того, были обнаружены в смывах и возбудители сальмонеллеза, ДНК сальмонеллы было выделено в двух пробах. Кроме того, выяснилось, что работники столовой не прошли специальное гигиеническое обучение, а также не соблюдали условия хранения продуктов и мытья посуды. Отмечу, большая часть пострадавших – ученики начальных классов. 325 шкур ягнят арестовали на границе Монголии и Бурятии. Пыталась провести товар гражданка соседней страны. Женщина заявила таможенникам, что незадекларированных вещей она с собой не везет. Однако стражи границы все же проверили ее автомобиль и обнаружили три сумки, битком набитые шкурами молодых овец. В отношении гражданки Монголии возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 за недекларирование товара. И в тот же день таможенники задержали гражданина все той же Монголии, только на этот раз с гель-лаками и ювелирными украшениями из янтаря, весом около 19 килограммов. За это мужчине грозит штраф от половины до трехкратной суммы стоимости товара. В Абсолюте каждую пятницу и субботу скидки до 40%. Скидки действительно по адресу. Город Улан-Удэ, улица Николая Петрова, 1А. Абсолют. Гарант низких цен. Исторический день для авиаотрасли Бурятии. Монгольская компания Хуннуэйр запустила транзитные рейсы в Китай через аэропорт Байкал. Появился новый маршрут Улан-Батор, Улан-Удэ, Манчжурия. Тем самым воздушная гавань Улан-Удэ наконец начинает использовать свое географическое расположение. А именно дает возможность пересадки у нас для жителей азиатских и европейских стран. Илья Балханов встретил первый рейс. Связь с Поднебесной восстановлена. Целых два года из аэропорта Байкал ни один пассажирский самолет не вылетал в Китай. Однако теперь, благодаря монгольской авиакомпании Хуннаэйр, эти рейсы возобновились. Первый транзитный рейс из Монголии в Китай. И уже нет мест. Да и на следующий уже все забронировано. Лучшее подтверждение, что этот маршрут необходим. И думаю, для всех это важно. И для пассажиров, думаю, всех будет удобно. Так как они могут сразу полететь в Китай, не через Монголию, или для пассажиров Китая. Ближе стал не только Китай для России, но и наоборот. И в последнее время республика все больше привлекает туристов не только из Поднебесной, но и со всего мира. Я буддист. Я была в Монголии, посетила буддийские храмы и хотела бы увидеть, как у вас в Улан-Удэ. Очень классный полет, очень быстрый и прекрасная погода. У вас очень красивые пейзажи. В прошлом году аэропорт Байкал получил пятую степень свободы воздуха, что и дает ему возможность принимать транзитные рейсы. Всего три таких аэропорта в России. Это Сочи, Владивосток и Калининград. Сочи под Олимпиаду получил, Владивосток под ОТС, Калининград под европейскую историю и Улан-Удэ. Из Улан-Удэ до Маньчжурии можно теперь долететь буквально за два часа. Стоимость билетов в одну сторону в среднем 6700 рублей. Мы также сделали много работы для продажи билетов в Бурятии, в том числе через аэропорт Байкал. И также агентства, такие как ОМОК, группа билетов, СВ и транслитер. Транзитные рейсы через Улан-Удэ помогут жителям России, Монголии и Китая беспрепятственно путешествовать между этими странами. Ну и, конечно же, это большое подспорье для туризма нашей республики. Илья Балханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ. На особом контроле в Улан-Удэ остается еще 10 проблемных объектов долевого строительства. После того, как вопрос по недостроенным домам взяли на контроль в правительстве Бурятии, дело сдвинулось с мертвой точки. Но, кажется, на некоторых недобросовестных застройщиков ничего не влияет. Екатерина Устюшенко следила за работой специальной комиссии Минстроя Бурятии. Казалось бы, все безнадежно, но вот все ярче свет в конце туннеля. В доме по улице БКМ почти все готово. Застройщик «Байкалстройинвест» планирует сдать его в эксплуатацию до конца года. В 111-м квартале на объекте ООО «Ситистрой» рабочие заканчивают облицовку. Отделка в подъездах уже завершена. Промгражданстрою осталось донести пару документов, чтобы один из объектов в 140-м микрорайоне могли ввести в эксплуатацию. По проекту у нас были три дома. Сейчас у нас сквозная нумерация прошла. То есть адрес у нас дом 1 будет, дом 25. Вот в связи с этим у нас... Поэтому прошу до 15-го числа проживать, потому что там срок... В понедельник. Жильцы долгостроя хоть и рады, но наученные опытом держат ухо востро. Кто-то снимает квартиры, кто-то платит ипотеку. Беспокойство. Но то, что мы сегодня получили такую большую надежду, что мы получим ключи, радостные. Но надеемся, что нас, как всегда, не обманут. Самым сложным объектом в списке проблемных остается дом «Бизнес-инвест». Мне кажется, теперь и в правительстве убедились в неуловимости генерального директора. Как оказалось, до сих пор в доме по Ключевской нет техусловий на тепло- и энергоснабжение. К тому же у комиссии возник большой вопрос о легитимности техусловий на водоснабжение и водоотведение. Мы же не для чего-то вас призываем, а для решения вопроса. Вы не были с нами в диалоге без малого три месяца. Для членов комиссии... Давайте не будем дать по существу. А это по существу были. Я же проблему обозначил. Как ее решать? Я не знаю. Вы меня одного на один с этой проблемы оставили и говорите, как вы будете. Дмитрий Викторович, давайте так, чтобы понимать, как решить, надо сначала погрузиться в проблему. Вы в эту проблему, когда начали обсуждать ваш дом, вы не погрузились. На те вопросы, которые мы задавали вам, вы не могли ответить. Даже на это совещание вас пришлось приглашать, написать письмо представителям МВД, что вас пригласили, привели на это совещание. Все же директор поспешил оправдаться, мол, работа идет. В данный момент удалось приобрести материалы по фасаду, по кровли. Работают бригады по фасаду до 31 декабря. Срок окончания работ по кровли до конца октября. Прямо перед совещанием, как обычно, все у нас начинает двигаться, шевелиться. Совещание пройдет. Но мы ожидаем, что буквально 2-3 дня и все, работников опять не будет. Вы надежду не теряете? Нет. Мы все так же боремся. У нас другого пути назад просто уже нет. В итоге комиссия решила в эти выходные посетить объект бизнес-инвеста, чтобы на месте разобраться в ситуации и посмотреть, как на самом деле продвигаются дела. Екатерина Остюшенко, Николай Долбаев, телекомпания АТВ. И сегодня у меня в гостях Сергей Николаевич Рыбальченко, заместитель министра и председатель комитета по развитию строительного комплекса «Бурятия». Сергей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте, Анна. Сегодня у вас было заседание при правительстве. Прошло оно плодотворно? Я считаю, что, наверное, традиционно есть проблемные вопросы, поэтому есть проблемные объекты, поэтому они озвучиваются. Мы их выносим на заседание комиссии при правительстве. Но, тем не менее, сегодня мы понимаем, что из тех пяти сегодня на обсуждение объектов мы видим ввод объектов в эксплуатацию в этом году, как минимум как двух. По трем объектам мы видим сроки, берем на контроль по исполнению уже теперь по датам, четко понимаем, где у нас подключается ресурсоснабжающая организация, где у нас застройщик отрабатывает с гражданами, участвующим при долевом строительстве. Поэтому сегодняшнее заседание, мы считаем, что оно принесет определенные плоды и даст ввод жилья по 2018 году. И мы имеем задел с вводом жилья в 2019 году, уже понимая, что необходимо сделать и застройщику, и каким образом необходимо органам исполнительной власти оказать содействие в решении этих вопросов. Почему застройщики не могут вовремя сдать дом? Они не рассчитывают своих сил или дорожают строительные материалы? Почему вообще такая проблема существует? Здесь, наверное, целый комплекс проблем в одном вот этом вопросе. Первое. Ну, наверное, неустойчивость на рынке по строительным материалам, ценовая политика. За тот период, когда началось строительство, скажем, дома от 2014-2015 годов, металл подорожал на 40-50%. Подорожал цемент. Ну и ряд других основных строительных материалов, которые участвуют в процессе строительства при многоэтажных, малоэтажных, многоквартирных жилых домах. Поэтому это первый вопрос. Второе. То, что все-таки сегодня мы понимаем, и это уже ни для кого не секрет, и сами граждане понимают, что плата, вносимая за один квадратный метр, у граждан различна. И так быть не может. Если уже определена стоимость объекта, и он стоит, скажем, 150 миллионов, то его нельзя построить за 130 миллионов, потому что один вносит 20 тысяч рублей за квадратный метр, а другой 35. Так а зачем застройщик продает? Одному за 20, другому за 40? А вот это вопрос застройщику, насколько соблюдаются правила честности, правила игры по тем и на всех одинаково распространяемых моментах и подходах. Такого быть не может. Но такие вещи сегодня есть. И они, кстати, вскрылись не нами. Они даже вскрылись, может быть, не надзорными органами. Граждане, именно они сами стали разбираться в той финансовой составляющей, которая есть у их застройщика, и они нам пришли и стали именно на этих комиссиях говорить, вы понимаете, а вот у тех-то, тех-то такая-то оплата. И это сегодня свершившийся факт. То есть это документ, который подтверждает, а почему сегодня вот такая оплата? Да, у нас есть объекты, которые мы сегодня проанализировали, у нас есть объекты, где стоимость одного квадратного метра в официозе, мы знаем, 16 900 рублей за квадратный метр. И есть, что сегодня у нас завершается строительством, в частности, что сегодня обсуждалось, 42 тысячи. Есть разница при строительстве на данном этапе. Поэтому это тоже очень существенно влияет. Но банкротство предприятий, конечно, не без этого. Сергей Николаевич, время подошло к концу. Я предлагаю более подробно поговорить в программе «Актуальная тема». А мы продолжаем выпуск. Мастер-класс от гуру путешествий. Наша землячка Лилия Витина посетила несколько десятков далеких стран всего за несколько лет. Сейчас она приехала на родину, чтобы дать соотечественникам ценные советы по правильному выбору отелей, билетов и даже попутчиков. Лайфхаки записал и наш корреспондент Илья Балханов. В течение месяца вам это все надоест. Видеть красивые виды, наслаждаться морем. Неожиданное резюме поездок. Однако Лилия Витина знает, о чем говорит. Ведь в ее копилке аж 40 стран. И после трех с половиной лет странствий по миру она приехала в родной город, чтобы поделиться опытом с теми, кто только хочет открыть для себя новые места. Перед тем, как поехать куда-то, мы должны подготовиться к путешествию. Во-вторых, это такой большой второй сегмент, это поиск билетов, третий поиск жилья и, в общем-то, вопрос с питанием. Лилия рассказала, как путешествовать без гидов и проживание в дорогих отелях. Дала массу советов по бюджетным поездкам. Например, она часто жила у местных жителей и зарабатывала, помогая им. Очень понравилось, так сказать, узнать опыт людей, там, конкретно по житию, там, по месту жительства примерно, как, что делать. А сам ты куда мечтаешь? Слетать, путешествовать? Куда? Ну, я мечтаю съездить в Дубай. Люди, которые что-то видели, не знаю, стоит их слушать, потому что они чего-то добились, поэтому, да. Для кого-то путешествие – это один раз в год съездить в Турцию или Таиланд, но только не для нашей героини. Скажите, пожалуйста, почему вас тянет так много путешествовать? Путешествие открывает свои горизонты. Когда мы путешествуем, мы обязательно встречаемся с новыми людьми, обеспираемся, чтобы путешествие было интересно. То есть встречаемся не просто, ходим и смотрим достопримечательности, а для того, чтобы встретиться, скажем, с бизнесменами из других стран, с теми, кто занимается работой с отходами в других странах. Грядущая зима для Лили будет первой снежной за 4 года. По ее словам, как бы ни было прекрасно за рубежом, дома все равно лучше. Илья Балханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Наши новости вы также можете смотреть и читать на официальном сайте телекомпании tvatv.ru и в социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Абсолют дарит снегоход на Новый год. Купи в Абсолюте любые товары Пасим и Проктор & Гэмбл. И получи шанс выиграть снегоход или 30 тысяч на сноуборд. Мой дом. Мой бизнес. Безопасность моей семьи. Я доверяю. Дельте. Охранное предприятие Дельта. Всегда на страже вашей безопасности. Продолжение следует. Продолжение следует...